Всем привет! Сегодня хотел бы затронуть еще раз вопрос печек-щепочниц. Кто-то, возможно, в роликах помнит, видел, что у меня вот такая вот есть печка-щепочница. Сшил я для нее чехол. Давайте ее откроем, соберем и немножко я хочу поговорить о ее недостатках. Может быть и плюсы какие-то сейчас найдем. Так, вытащить все это дело. Подзаржавело, давно не пользовался. Итак, собрали печку. Сейчас помою руки и продолжим. Итак, когда-то в интернете я сам находил чертежи этой печки. Именно точно такие же. Собирался сам ее изготовить из компьютерного корпуса, а именно с боковинок. Но так руки у меня до этого и не дошли. В итоге вот на халяву досталась вот эта печка. Человек купил плазменное или как лазерное оборудование для резки металла. Сейчас изготавливает на заказ весьма интересные оригинальные мангалы, так сказать, по индивидуальным требованиям, там, с различными вырезанными именами, логотипами и все такое. Про эту печку, что хочу сказать. Плюс то, что она легкая, в принципе большая, но в ее геометрии, скажем так, в размерах и небольшой минус для меня есть. Сейчас поподробней. В общем, первое, что не было у нее вот этого люка для закидывания дров. Тоже минус, то есть приходилось когда дрова закидывать, поднимать то, что готовится у емкость, там, сковородка или кастрюля, закидывать дрова, класть обратно. Второе, дно вот как-то совершенно не соответствует. Дело в том, что я уже здесь вот загнул, сейчас я вытащу его, загнул эти места, как видите, уголки сделал. До этого оно было прямое и просто-напросто постоянно это дело все отсюда выпадало. Да и даже с этими уголками бывает, что-то хочешь поправить, дно вываливается. Дно здесь вообще какое-то несуразное, неродное, вообще не знаю откуда оно в этих чертежах взялось. Мне кажется, оно вообще сюда не предназначалось. Плюс, сами видите, дно форму не держит, то есть не придает жесткости конструкции. Все это дело у нас гуляет. Дно, как я говорю, вываливается. Плюс, вот, даже сейчас вот оно опять само у меня вывалилось, можно сказать. Плюс, огромные здесь дырки по бокам. Туда проваливаются угли, весь жар туда уходит. Короче, кошмар какой-то. Выматерился я с этим моментом. Это просто трэш конкретный с этим дном. Оно несуразное, нелепое, нефункциональное, ну, вообще. Поэтому постоянно все куда-то на пенек поставишь, все снизу подгорает. Короче, устраивается какой-то пожар, лесная подстилка пытается вспыхнуть. Короче, это трэш. Кроме того, никаких перемычек нету и маленькая кастрюлька, с которой я в основном хожу, сюда проваливается. Как раз вот точно вот оно проваливается. Пробовал класть какие-то палочки в лесу, они прогорают и кастрюлька у нас благополучно падает, все разливается и остаемся мы голодные. Также попробовал взять от компьютерного блока питания такая вот сеточка вентиляционная, защитная. В общем, пытался ее прямострить сюда. Более-менее что-то получается, но как-то емкость снизу для горения, для дров так значительно уменьшается. В общем, прогорают дрова здесь очень быстро, что-то вот мне не очень понравилось. Мы ее с товарищем прозвали дровожорка, постоянно только успевая подкидывать. Дрова выгорают, ничего большое не положишь, как-то, короче, не понравилось мне. Но в некоторых моментах, да, бывает удобно и, скажем так, технологично, когда нету каких-то больших дров. И на мелкой щепе очень удобно даже готовить. И, в связи с выявленными недостатками, была у того товарища же приобретена новая печка-щепочница. И сразу скажу, она весит практически полтора килограмма. Кило четыреста пятьдесят. Та печка вместе с чехлом и вот этой сеточкой второй весит шестьсот грамм. Сразу явно минус в весе. Прям чувствуется тяжелая. Ну что, давайте попробуем ее собрать, разобрать, как говорится. Вообще, в первый раз все это я дело делаю. Посмотрим, что у нас получится. Болтик, кстати, идет в комплекте. Тоже чертеж такой я в интернете встречал. Сразу радует наличие вот таких перемычек. Обратите внимание, печка покрашена. Так, дно. Так, сейчас попробуем собрать. Так, это явно перед. Так, это что у нас? Это боковые стенки, видимо. Это задние. То есть, наоборот, это задние, это боковые. Так, собирается, как я думаю, все это дело примерно вот так. Так, ага, ага, ага. Так, так, так. А теперь как дно-то сделать? Чуть-чуть, наверное, неправильно как-то. Так. Что-то вот? Ага, получилось. Короче, надо вставлять заднюю стенку. Потом, дно имею в виду, накидывать боковые. И вот так вот уже заводить. Чё-то не идёт. Не могу, друзья, засунуть. О, есть. Нифига себе усилий надо. Так, и получается опускаем перец. Где-то надо, видимо, подточить. Сделать побольше зазор. Потому что что-то какая-то ерунда получилась. О, всё, вот теперь встала на место вроде. То, что-то её заклинило. Так, ну мы это разберёмся. Может быть, стенки по-другому надо ставить просто. Так. Всё. Стоит она на трёх сторонах. Сторона, передняя часть, как мы видим, земли практически не касается. Поэтому не должна слетать. И перемычки. Ой. Так. Сейчас соображу. Какие-то, видимо, ставятся вот так. И какие-то потом вот так должны делаться. Вот. Ну, этого даже, наверное, будет и много. Если ставить какую-то сковородку или кастрюльку. Так, всё, собрал. Так, где наша тестовая кастрюлька? Тут, мне кажется, и двух будет достаточно, чтобы поставить. Ну, в принципе, нормально. Здесь сразу у нас явно больше топка получается. Можно что-то более крупное положить. Более длинные веточки. В этом плане она и визуально красивее. И немножко практичней в проанне дров. Так, уберём пока перемычки. И здесь, конечно, гораздо лучше дно сделано. Никаких боковых больших зазоров нет. Дрова проваливаться не будут. Ну, достаточно крупные, в принципе, отверстия для подачи воздуха. Со всех сторон также есть отверстия для подачи воздуха. Да, единственный недостаток. Она достаточно тяжёлая. Кстати, собор... Ой. Вот. Вот главное за переднюю часть не брать. В общем, в собранном виде она окажется немножко почему-то легче. Вот эти вес дают сразу тоже ощутимый. В принципе, как я говорю, по-моему, можно парочку использовать. И ничего у нас уже не упадёт. Даже можно и отбить. В принципе, и так достаточно устойчиво всё стоит. Ничего никуда не денется. Ну что, визуально печечка мне нравится. Надо сшить для неё чехол. В принципе, человек... Чехлы для неё тоже продаёт. 250 рублей стоит. Но мы сошьём что-нибудь, я думаю, сами. Экономия должна быть экономной. Кроме того, друзья, приобрёл вот такую вот простую алюминиевую сковородочку. Ещё не пользовался. И я думаю, в ближайшее время всё это дело надо вместе обновить. Как раз отлично подходит. Мне даже кажется, без этих перемычек она проваливаться не будет. Ну да, так и есть. Отлично. Сковородка прям как надо сюда. Отлично встаёт. Ничего не падает. В общем, надо идти куда-нибудь на природу в лес. И всё это дело испытывать, обновить, опробовать в действии. Даже поставить нормально не получается, эту ерундистику. Вся, вон. Одно мучение. Я в лесу в прошлый раз так с ней и мучился. Ну что, друзья. В общем, вот такие у меня есть теперь две печки-щепочницы. Вот эта вот с более тонкого металла, лёгкая и вся разваливающаяся, скажем так. Это всё дело гораздо прочнее и, соответственно, тяжелее. Тут даже и задумаешься, что же лучше, когда смотря, видимо, в какой обстановке что брать. Ну что, надо это дело будет всё, конечно, испытывать, тестировать, идти. На этом, друзья, пока всё. Свою речь заканчиваю. Всем удачных приобретений и ходите в походы.